ну что ж все-таки поехал я вчера после этого маленького пикника дальше на самом деле рад что поехал дождя так и не было немного было гром и молния вот поехал ехал по очень классным дорожкам получается узенькие там максимально на одну машину ширина и через лес и идет то в горку то с горки и повороты получается что я вот сейчас реально в реальном времени говорю влево вправо влево вправо влево вправо да вот именно только перекладывал мотоцикл справа налево и было уже темно темно концу и так как не видно что из-за поворота да потому что там деревья и горы то констрация нервы на пределе рука на тормозе рука на сцеплении нога на тормозе тоже что вдруг кто-то будет навстречу ехать чтобы успеть притормозить и все и вот это такое состояние полной концентрации полного напряжения и и быстрой скорости на этих поворотах очень понравилось но она конечно измаживает вот ехал 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 уже стало 9 часов я все не мог найти место подходящее спать стемнело уже были тучи еще раньше стемнело вот ехал ночью и вот в полдесятого где-то увидел просто что тут идет дорога в лес и решил что все уже хватит с меня вот и отъехал я думаю метров триста четыреста от дороги в сторону леса тут тоже такая дорога проходит я сильно не парился проехал там один был такой закуток поменьше и я еще проехал принципе вслепую ехал можно сказать и вот нашел такой закуток и переночевал тут все классно спал сегодня дольше чем вчера потому что очень сильно устал вот привет народ гоняем по хорватии немножко едем на юг но не вдоль побережья а ближе горам поэтому для тех кто хорватию знает только по морю или вообще не знает немножко другого ландшафта вам прокатимся немножко до и 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 короче я там пропустил съезд и навигация мне показала как бы объезд обратно и ведет меня вдоль и вдоль канала прикольно смотрится канал называется канал мороси гузиц поля или гузиш поля мороси гузиц поля короче поедем вдоль канала я считаю смотрится очень интересно а короче короче еду я и эта псина пошла в стойку нападения и начала на меня нападать я быстренько притормозил, спрыгнул с мотоцикла вот пытаюсь с ней поговорить, достал на всякий случай у меня такой баллон есть перцовый думаю если что, брызну но пока что с ней разговариваю, может быть как бы по хорошему получится вот и сейчас ей станет скучно, вот ей стало скучно не знаю сейчас заведу мотоцикл и посмотрим как она на это отреагирует вот блин опять точно перестань перестань на меня гавкать дай мне проехать сейчас попробую просто пройти мимо страшно, псина короче блин она тут охраняет коз но мне козы не нужны эй перестань гавкать перестань гавкать перестань гавкать перестань перестань вот она хочет сзади зайти меня съесть неохота мне брызгать ей просто в лицо перестань 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 короче сейчас я еще тихонько пройду и дам деру вот она устанет просто так потихоньку потихоньку-потихоньку главное что мимо прошел все сейчас сяду и дам деру так мотоцикл на ножке иди спать уже короче сейчас надо стартануть и дать сразу газу чтобы она нет они не поймала попробую так сразу включу передачу первую вот нормально не догнала не догнала ну вот короче попыталась за мной погнаться попыталась погнаться но я все-таки ночи Ночь. Ничего не видно. Что где-то полдесятого. Может чуть-чуть позже. Вокруг сверчков очень много слышно, да? Не знаю, они спят или нет. Надеюсь, спят. Когда-то пойдут спать. Вот. Я тут варю чечевицу. Целый день почти ничего не ел. Гнал, чтобы... Чтобы успеть. Не знаю, до конца успею ли я в Монтенегро или нет. В любом случае, скорее всего, будет так, что обратно я уже буду ехать по прямым дорогам. Не автобаном, но так, чтобы побыстрее было. Туда еще интересными дорожками, вот. Вокруг, да, около, да? Вот. Назад уже по прямой. Сегодня, как бы, получается, в часов девять встал, в десять выехал. И вот, с маленькими передышками, девять, где-то приехал сюда, чуть раньше. Вот. У моря еще не был. По плану было так, что я заезжаю в Хорватию, заезжаю на море на чуть-чуть там сразу, разок сплавать. И еду потом по этому маршруту, по которому я сейчас ехал. А этот маршрут, он идет параллельно морю, но не по берегу, да? А в горах, между горами и морем там вот проходил. Я, кстати, еще не был, потому что я был у моря, я был в горах. А вот тут в лесу и по поселкам я еще не был, вот теперь был. Вот. Да, ну, в принципе, да, лошадок сегодня красиво увидел. Прикольно. Они в такой лужице стояли, где-то, думаю, 25 квадратных метров. Прикольно было наблюдать. Вот. И потом собака на меня напала, хотела укусить пес. Вот. Ладно, это он защищал территорию, но было все равно прикольно, стрёмно. Вот. И пообщался еще, там мотоциклиста встретил, пообщались. Потом на заправке чувак со мной заговорил, сказал, что тоже раньше на мотоцикле ездил, ему там 70 лет. Вот. Ну, в принципе, вот так. Сейчас посмотрим, как оно выглядит у нас, да? Вот оно. Еще не закипело, но скоро закипит. Вот. Короче, такие дела. До завтра. Вот так, вот.